Сегодня у нас с вами лекция номер 7. И на данной лекции мы рассмотрим с вами Java Time API, Наследование и ClassObject. Такая повестка на сегодня. Литературу, которую читать, посмотрите сами. Кстати, как книжечки читаются? Предпочтение никто не поменял? Хорошо. И мы начнем с вами с Java Time API. Что это такое? Смотрите, до Java 8 для работы с датой и временем в основном использовались следующие классы. Это Date, Календарь и Григориен Календарь. Три таких класса, которые в основном использовались. И как-то их было маловато. С учетом того, что в Date сейчас в основном все методы Deprecated. То есть практически все в классе Date Deprecated. То есть не рекомендуемые к использованию. Календарь и Григориен Календарь в каких-то задачах были неудобны. И в Java 8 для работы с датой решили добавить целый пакет. И он называется Java Time. В этом пакете есть множество классов. И есть еще вложенные пакеты, в которых тоже есть классы. То есть много классов, при помощи которых можно реализовать, наверное, любую задачу по работе с датами. То есть там есть классы объекты, которые хранят даты. Есть, которые хранят время. Есть, которые хранят дни недели, месяцы, года. Проверяют год. Он высокосный, невысокосный. Все возможные конвертации, проверки. То есть вот этот Java Time пакет специально предназначен для работы с датой и для работы с временем. Понятно, что все мы с вами рассмотреть не сможем касательно дейта. То есть касательно вот этого Java Time. Но основные классы попробуем рассмотреть. К основным классам можно снести такие как классы LocalDate, LocalTime, LocalDateTime. По названию понятно, наверное, что LocalDate хранит дату, LocalTime хранит время, LocalDateTime хранит дату и время. Особенность этих классов заключается в том, ну или не особенность, но такая отличительная черта, что у них нету публичных конструкторов. Все конструкторы приватные. Соответственно, для создания объектов этих классов нам необходимо с вами использовать методы фабрики. Помните, что такое метод фабрика? Кто помнит? Метод фабрика это статический метод, который возвращает объект класса, которому он же и принадлежит. То есть это статический метод, который создает объект своего же класса. Метод фабрика. У этих классов есть два основных перегруженных метода фабрика. Фабрика это Now и Off. Ну и давайте ими с вами попытаемся воспользоваться. Идем в наш с вами проект. Смотрим, что у нас здесь. Лекция. Создаем новый пакет. Лекция 7. Здесь создаем еще один пакет. И здесь создаем класс. По традиции апп. в нем создадим public static void main. И будем работать. Пишем LocalDateTime. Назовем, например, LDT. Вот видите, если я пишу new LocalDateTime, он ругается. Потому что этот конструктор приватный. И к нему обратиться мы не можем. Следовательно, нам нужно вызывать метод фабрику. Пишу LocalDateTime. И у меня есть вот Now метод статический. И Off. Видите, есть еще тут Off Apache Seconds. Какая-то на базе каких-то секунд. А это на базе уже существующего объекта. Давайте просто пока воспользуемся методом Now. Это мы с вами создадим объект, который хранит текущее время и дату. Ну или, если быть совсем точным, время и дата на момент создания объекта. Можем с вами вывести и посмотреть, что же у нас там имеется. имеется. И кто будет запускаться? О! Пошел процесс. Вот. В таком формате мы с вами увидели текущую дату. 16-й год. 8-й месяц. 8-й число. 18-48. Дни восьмерки. Работает. То же самое мы с вами можем, если посмотрим, какие есть варианты конструкторов. Можно создать... Зум надо включить. Безумно неудобно. Ведь я могу указать зону. Тайм зону. То есть я могу как бы создать объект времени, но не с зоной, моей операционной системы, а с какой-то заданной вручную. И непосредственно указав время. То есть для какого времени я хочу создать этот объект. Единственное, что для времени надо объект CLOCK какой-то. То есть объект класса CLOCK. Есть другой вариант. Можно воспользоваться не методом now, а, например, методом off. И здесь мы просто в виде интов или в виде целочисленных значений указываем год, номер года, номер месяца, номер дня, время в виде их часы, минуты, секунды. То же самое, но здесь я уже могу написать, что он от меня требует. Смотрите. Он от меня требует год, months, day of months, часы, минуты. Можно с секундами, можно с миллисекундами, но это уже перегруженный метод. Например, какой год написать. Что-нибудь такое. И можем это напечатать. Восемнадцатый год, пятый месяц, двадцать пятое число. Единственное, видите, такой формат отображения какой-то странноватый. Этот формат отображения обусловлен стандартом ISO, каким точно не помню. Можно, в принципе, есть. Я думаю, где-то здесь будет это написано. В соответствии с каким ISO оно работает. Вот. ISO 8601. То есть есть стандарт ISO, который описывает формат отображения времени. Этот 8601. Другой стандарт ISO как-то по-другому представляет отображение времени. Но, как бы, человеку, наверное, не очень, да, с руки читать вот такое представление даты и времени. Какие-то Т, ну, как бы, не очень читабельно. Плюс, как бы, мы не привыкли, что у нас с вами первый идет год. Мы, как бы, привыкли первым число видеть, да, а не год. Поэтому есть специальный метод формат, который возвращает дату в локализированном виде. Что такое локализированный вид? Так, сейчас. Вернее, даже так он возвращает не просто в локализированном, а в каком-то определенном виде, в котором нам нужно. То есть метод формат возвращает строковое представление даты в соответствии с описанием, которое хранится в объекте dateFormator, который методу формат приходит в виде аргумента. То есть формат представляет дату так, как это описано в объекте dateFormator. То есть есть объект dateFormator, который хранит или знает, как надо представить дату. А метод формат уже эту информацию берет из этого объекта и соответствующим образом рисует строку. Следовательно, чтобы воспользоваться методом формат, надо dateTimeFormator или dateFormator в зависимости от того, что нам нужно. Время, дата или время и дата. Откуда взять этот dateFormator? DateTimeFormator тоже не содержит публичных конструкторов, поэтому для его создания используется метод фабрика. Или можно сказать несколько методов фабриков. Один из методов фабриков называется ofLocalizedDate. Этот метод фабрика создает описание представления даты в соответствии с вашей локализацией. То есть у каждого на компьютере есть установленная локализация. Вы когда windows вставите, вы выбираете локализацию вашей операционной системы. На что влияет локализация? Локализация влияет на то, как у вас показывается время. Есть IAM, PM, нет IAM, PM, 24-часовой формат. В начале год пишется или число. в качестве разделителя дробной части использую точка или запятая единицы измерения у вас килограммы или фунты локализация влияет на язык единицы измерения денежные какие-то единицы то есть на то, что отличает данную территорию от Англии понятно это и давайте с вами попробуем в соответствии с локализацией отобразить дату и время причем сразу скажу, что локализации для времени и даты могут иметь 4 значения то есть полная запись длинная запись, средняя запись и короткая запись то есть одна и та же информация представлена в разных как бы видах значения те же но отображение как бы меняется единственное, что только не всегда поддерживаются все 4 для определенных видов информации может поддерживаться только 2 или 3 или все 4 сейчас мы это с вами и проверим то есть вот у нас с вами есть уже объект с датой и временем я хочу представить это в локализированном виде ну или форматированным для этого я беру свой ldt на нем вызываю метод формат и методу формат в качестве аргумента надо дать дать датetime форматор для этого надо создать давайте с вами сделаем вот так я напишу здесь форматор ставлю точку запятой и сразу напечатаю мой формат да но незадача такой переменной нету форматор я говорю ну ничего страшного создай create local variable форматор да вот он мне ее как бы добавил сам иногда удобно да сразу использовать то чего нету почему потому что мне надо было бы объявить переменную datetime форматор дать ей имя ее и инициализировать потом это же имя вписывать аргументом методу формата так я ее сразу написал аргументом методу формата говорю иди ей создай мне такую и он мне раз и создал теперь ее надо проинициализировать как мы сказали для инициализации нужно воспользоваться методом фабрикой класса datetime форматор ставлю точку и здесь of localized date time выбираю и как вы видите опять незадача чего-то ему тут не хватает смотрим чего формат style что это за формат это как раз вот тот вид я говорил есть длинный короткий средний одну и ту же дату можно представить по разному ну в чем разница вы хотите год полностью написать 2016 или просто 16 вы хотите время с секундами или без секунд и четыре варианта есть эти варианты можно указывать как константы из класса формат style то есть я пишу здесь не пишет пишу здесь формат style видите он мне сразу говорит есть full long medium short единственное по моему full не поддерживается и long для local date time не поддерживается ну давайте проверим скорее сейчас упадет да не поддерживается видите ругается full long не поддерживается есть по моему medium и short включаем medium смотрим как отобразится наше время 0808 2016 35 секунд если я здесь напишу short 16 секунд нету то есть как отображать вот что надо вот так писать а не вот так это описано в локале в пред настройках локализации у меня там русская локализация но бывает так что вот эта форма записи меня как бы тоже не совсем устраивает то есть я хочу свое свою кастомную форму записи то есть как-то хочу по-своему написать время и дату не вот так ну всего два варианта а как-то совсем по-своему для этого вот этот date time форматор можно создавать при помощи другого метода который называется тоже статический метод фабрика of pattern и этот статический метод позволяет вам создать форматор произвольного вида то есть он в качестве аргумента получает строку pattern что такое pattern это шаблон то есть строку шаблон в этой строке шаблона при помощи спец символов форматирования вы указываете как именно вы хотите видеть вашу дату и вот спецификаторы форматирования спец символы форматирования вот табличка набора этих символов их больше чем в этой табличке но здесь представлены наиболее часто используемые например символ а говорит о том что надо показать а mpm то есть если я напишу а то значит вместо а будет выведена mpm d это день месяца и большая день недели h маленькая это часы в 12 часовом формате h большая в 24 формате м большой месяц м маленькой минуты с секунды у это год ну давайте с вами что-нибудь закодируем для этого для этого давайте с вами вот этот кусок кода просто скопируем здесь сделаем форматор 1 формат тайм 1 1 1 1 все и соответственно вместо of localized date time используем of pattern и и сюда в виде строки дадим шаблон нашего времени наверное чтобы понагляднее было давайте паттерн этот вынесем отдельно и пишем что мы там хотим чтобы первое было смотрим какие у нас есть варианты день месяца ставим буковку д потом мы говорим что мы еще с вами хотим день недели например день недели в начале идет дальше мы с вами хотим месяц дальше мы с вами хотим год часы минуты в каком-то своем произвольном порядке все это написал запускаю первый день недели 8 число 8 месяц 2016 год 19 часов 4 минуты то есть он вместо вот этих спец символов символов форматирования подставил значение причем количество этих буковок может еще и варьироваться смотрите давайте поставлю две буковки и 0 1 уже пишет 3 буковки и понедельник 4 буковки и то есть понятно да кстати самое то же самое можно писать и для всех вот этих вариантов но не везде оно будет меняться то есть понятно что если я напишу вот да то мне никто не напишет словом число восемь то есть останется восемь даже нельзя пожалуйста можно только две но в некоторых случаях не меняется 0 8 месяц давайте посмотрим с месяцем здесь можно 0 8 давайте еще вот август еще то есть вот таким образом можно как бы задавать что вы хотите видеть сейчас с игреком видите один игрек ставлю 2016 пишет ставлю два игрека пишет 16 но если поставлю 3 будет по-моему 2016 или 16 ну только два варианта есть да то есть можно писать 1 игрек 2 3-4 но вариантов всего 2 16 и 2016 То есть, когда я написал по умолчанию полное, видите, когда я написал 1, он написал 2016, когда я написал 2, он написал 16, когда я написал 3, он написал 2016. Напишу 4, он все равно 2016 мне напишет. Ну, такие особенности. Дальше. Я хотелось бы мне еще вот тут двоеточие, чтобы было. То есть, помимо спецсимволов, которые что-то значат, вы можете использовать символы, которые хотите, чтобы так же и отображались. Вот я хочу, чтобы двоеточие было двоеточием. Я его написал. Почему я так мог сделать? Потому что у двоеточия нет никакого значения. То есть, оно не интерпретируется, как какой-то форматирующий символ. И когда вы используете вот такие символы, которые не являются спецификаторами формата, эти символы рекомендуется брать в одинаковые кавычки. Почему? Потому что, если этот символ в будущем введут в спецификаторы формата, то у вас двоеточие станет чем-то другим в будущих версиях. И чтобы так не случилось и у вас не было неожиданностей, все, что вы не хотите, чтобы интерпретировалось, берите в кавычки. Одинарные. Видите? Если я две буковки, вот если я эти Y возьму в одинарные кавычки, они тоже не будут интерпретироваться. И вместо года мне напишут три Y, четыре Y. То, что в одинарных кавычках не интерпретируется. Ясно это. Откуда он понял, что на русском? Все потому, что у меня стоит русская локализация. А если не хочется на русском, то это дело можно тоже задать. Смотрите. Офф Паттерн. У него есть перегруженный вариант с двумя аргументами. Мы с вами использовали вот этот вариант с одним аргументом, а есть еще с двумя, где в качестве второго аргумента стоит локаль. То есть я могу здесь форматор создать с указанием специальной локали. Например, локаль задается как объект класса локаль. Есть такой класс локаль. Можно создать объект этого класса. Либо же воспользоваться уже предустановленными локалями. Единственное, что предустановлены не все существующие локали в мире, а наиболее часто используемые. Видите, не очень большой список. То есть я говорю, хочу US. Локаль Соединенных Штатов. Вот мы уже как бы на английском написали. Да, то есть я вот хочу украинский, но, блин, там локаль создается как пишется? Нью, локаль и ей в качестве аргумента дается строка language country вариант или language country либо просто language. И есть аббревиатуры. Украина у нас Ukraine. Это United Kingdom, UA. По-моему, вот так. Не прошло. Что-то пошло не так. Может быть, UA большими? Нет. Ну, как бы я это делаю редко, поэтому как пишем? Очень локаль, java, Ukraine. Вот как она задается. UK, UA. Ну, блин, эти шаблоны надо знать. Ну, это просто как. Для каждой страны вот сказали вот так, вот так Украина. Да, и это надо запомнить. Кто этим редко пользуется, я ей каждый раз показываю и за месяц я забываю. Потому что, как бы, в жизни я локализациями не пользуюсь. Причем здесь можно закодировать, UK это Украина или украинский язык. Все равно не понравилось ему. Давайте вот так попробуем. Не, ну мы его-то сейчас поборем. Видите, тут есть много, ну вот как данные форматируются. Сейчас какой-то language code, country code. Давайте вот так попробуем. Country code. Мы сейчас country указываем. Country code. Плохая подсказка. Ну, хочется для Украины. Ну, вот нюляка локалиру. Видите, для России вот так. Как для Украины. Давайте попробуем для России сначала, чтобы оно заработало, чтобы вы увидели. Наверное, я помню, РУ было. Понедельник, 8 августа. То есть маленький Украина, наверное. Наверное, вот так, да. Украина. Украина. О, UK. Украина. Нет, мы думали UK-то United Kingdom. Оказывается, UK-то Ukraine. Понеделок, 8 сервня. ну то есть надо просто знать вот эти аббревиатуры можно даже посмотреть в соответствии с каким ISO вот ISO 639 альфа 2 или альфа 3 то есть мы можем сделать вот так зайти вот сюда написать ISO бла-бла-бла Украин вот 2 здесь должен быть список стран Ukraine по алфавиту я так понимаю где тут Ukraine в конце должен где-то быть а вот 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 буква есть контент не перемещается как мы с вами и сказали UK или Укр ну вот все кейс работало 1,3,2,5 то есть ну табличка в этой табличке находите страну которая локализация вам нужна и пользует ясно это причем в некоторых языках есть наречия то есть можно указать страну в стране может быть несколько языков то есть у Украины один язык государственный поэтому вариант только украинский если у вас у страны 4 государственных языка то указав страну как бы маловато надо указать страну, язык а есть страны у которых помимо страны и языка есть еще и разные наречия еще наречия можно указать ну как в Китае там по-моему 20 наречий или больше то есть одно и то же слово будет там или писаться или звучать по-разному на том же китайском языке окей вот это все локализациями используется где это нужно но если вы пишете мультиязычное приложение то вы должны предоставить пользователю возможность выбрать локализацию или возможность выбрать страну запускаете приложение какая страна кликнул там Китай он раз вам все на китайском кликнул там вам все на французском но на французском не только язык но еще и как принято дату показывать чтобы как бы человеку было привычно чтобы он не путался что это 16 это то есть 08 это не год а 08 это число да если американцу показать вот такую форму записи то он подумает что восьмой год шестнадцатое число так с этим разобрались есть вопросы можно явно создать время ну офф 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 ну там и new делали а можно офф использовать сейчас задать конкретное время можно тайм зону поменять но если вы говорите вы там делаете митинг кросс континентальный какой-то да то у вас это 5 часов а в америке это на 8 часов меньше или больше меньше то есть вы им скажете в 5 часов дня и они как бы явно вы не встретитесь то есть вы им должны дать другую дату соответственно вы им должны вот этот объект времени указать для другой тайм зоны то есть тайм зону еще можно задать то есть вот здесь мы с вами смотрите когда создавали когда мы здесь с вами нью писали это у нас мы с каким ldt работаем с первым с первым с первым вот мы когда здесь нью писали мы же тут локаль мы тайм зону не указывали а по-моему это можно взять видите зон единственное надо теперь еще понять в каком формате эту зону тулить зона id давайте посмотрим что это за зона id что это за класс скорее всего там есть предустановленный набор зон ну скорее всего зон зона id и темпорал вот зона id и надо посмотреть в каком же формате ему нужно зона id не показывает а стринг надо ему дать плюс-минус у tc ну tc понимает u tc плюс u tc минус u tc плюс 5 наверное да я так понимаю u tc плюс 5 ну проверим наши догадки 21 у нас плюс 3 я сделал плюс 5 на 2 часа больше сейчас 19 21 на 2 часа вот как бы для кого-то там для дальнего востока то есть для американцев это минус 8 то есть в америке сейчас 8 часов утра ну конечно ну если у нас уже восьмой у них может быть седьмой еще ясная идея ну убрать вот это стереть то что не надо ну если если так то здесь вот это сотру времени не будет у сотру года не будет что не надо то не пишу дальше бывает еще обратная задача которая нас подразумевает парсить время то есть помните мы с вами числа парсили а теперь я хочу строковое представление времени распарсить в объект local чего-то там local time local date local date time это возможно при помощи сделать при помощи метода парс это возможно при помощи сделать при помощи метода парс тоже статический метод который возвращает объект то есть например я беру хочу local date time лдтп парсинг который здесь пишу local date time . parse и даю сюда мою строку времени и говорю теперь хочу распечатать как вы думаете сработает или нет скажу не сработает почему потому что формат временем не стандартный то есть я ему дал строку в котором время записано в нестандартном формате что для него является стандартным форматом вот это стандартный формат то есть вот это он бы скушал то есть если я вот это просто скопирую и сюда вставлю тот как бы он скажет да такую строку я как бы понял видите вот он мне ее напечатал да говорит это да а вот то что ты мне даешь тот как бы не стандарт поэтому я ее распарсить не могу как тогда быть тогда можно воспользоваться перегруженным вариантом этого метода которому в качестве второго аргумента вы задаете формат при котором вы вот такую форму записи получили и должно сработать но бывают сюрпризы когда что-то ему там не нравится не сработало не ну бывают настолько извращенные форматы или где-то что-то не учтено что оно ругается но как вы видите у нас все нормально то есть у меня было слово понедилок и оно поняло что это за понедилок все нормально в объект ну в объект ну видите работает но надо сказать ему в соответствии с каким форматом вот такая строка то есть ну просто надо сказать что такое вот это что такое вот это что это что это что это тогда он это скушает и дальше мы с вами будем рассматривать уже наследование и прежде чем перейти непосредственно к реализации наследования в джаве давайте с вами поговорим как бы чисто зачем это нужно и обсудим общую концепцию повторного использования кода в большинстве отраслей науки в жизни используются всевозможные классификации как вы думаете зачем классификации нужны ну например биологии используются очень широко классификации где мы всех животных загоняем виды под виды классы там какие то не знаю да то есть чтобы выделить общее да и чтобы в будущем с этим общим было удобно работать да то есть нам дают какую то там я не знаю какое то животное нам первый раз его видим вообще непонятно что это нам потом говорят это млекопитающее а если это млекопитающее значит он обладает всеми свойствами и характеристиками млекопитающего значит мы про это животное уже там процентов 70 знаем а остались те 30 которые присущи только ему и то не факт что там 30 может там их меньше этих процентов понятно то есть удобно как бы выделить общее и потом как бы анализируя частное быстрее доставать общие свойства то же самое в программировании у классов которые описывают схожие предметы много общего да то есть если вы возьмете магазин который торгует одеждой там есть рубашки носки свитера там куча всякой одежды и у этих и эту одежду вы опишите классами разными классами то есть скажите класс шорт класс там там траузес класс класс еще что то да куча классов одежды так если мы это потом посмотрим проанализируем код который у нас получился в этих классах мы видим что там очень много общего то есть методы практически одинаковые поля значения имеют одинаковое ну суть одинаковую да то есть у всего есть цена то есть везде будет прайс у всего есть какой-нибудь там порядковый номер у всего будет айди у всего есть сайс у всего есть колор да есть отличия ну например там что у нас там гендер может быть то есть есть одежда которой как бы юб ну там с полом а есть как бы там унисекс то есть то есть какие-нибудь еще там могут быть отличия у одежды так вот если мы эти все вещи с вами будем описывать так как мы с вами сказали разными классами то мы с вами получим такую нехорошую вещь как дублирование кода в общем ну каждый класс пишем по отдельности везде этот код будет одинаковым а как вы думаете что плохо в дублировании кода скорее всего если у вас код одинаковый то меняя в одном месте этот код скорее всего я не говорю что обязательно скорее всего надо будет менять и в другом месте но если вы решили цену для рубашек считать как-то по-другому то скорее всего цену для носков тоже надо будет считать по-другому но в принципе у вас поменялось в магазине логика оценивания товара или логика оценки товара да поэтому надо будет менять по-другому а что плохо вот если менять по-другому ну менять надо будет одинаковые методы в разных классах вот то есть надо тратить кучу времени чтобы везде найти а если мы везде еще не нашли то мы с вами получим такую неприятную вещь что компилятор вроде не ругается а программа работает неправильно почему с точки зрения синтаксиса все хорошо с точки зрения бизнес логики все плохо раз потом у нас с вами возрастает объем кода объем кода как бы с точки зрения производительности особо не вредит с точки зрения занимаемой памяти тоже как бы это не критично вот с точки зрения восприятия кода человеком это критично чем больше кода тем в нем сложнее ориентироваться вам дают десять строк и скажут найдите в десяти строках там слово или вам дают десять тысяч строк и говорят найдите в десяти тысячах строк слово понятно что это будет сложнее поэтому дублирование кода это зло с точки зрения ошибок то что читабельность кода падает и с точки зрения то что вы пишете этот код одно и то же ctrl c ctrl v понятно быстро но все равно надо кнопочки нажимать поэтому дублирование кода это всегда зло от него всегда надо уходить если у вас в двух местах одинаковый кусок кода заменяйте это как-то переписывайте делайте рефакторинг но уходите от дублирования кода ну говорят что еще два раза дублирование кода еще допустимо но все равно надо писать аннотацию ну как бы комментарий что если у вас где-то код дублируется то надо писать где дублируется в комментариях ну а лучше это все таки переписать чтобы дублирования кода не было и от дублирования кода можно уйти при помощи наследования когда мы с вами весь общий код как бы выносим в родительский класс тут можно как два варианта мы написали short trousers socks а потом все общее вынесли в родительский класс closing или написали родительский класс closing от которого унаследовали классы потомки снизу вверх или сверху вниз обычно сверху вниз идут от общего к частному не от частного к общему они пытаются найти общее у ручки и слона придумав им класс как бы общими понятиями оперируют и чем ниже спускаются по иерархии наследования тем более конкретизируют какие-то понятия ну например изделия из материала потом одежда в дом штаны потому что изделия из материала это и шторы в которой одеждой не являются да и белье какое-то которые одежда не являются и одна из веток это одежда потом от одежды пошли рубашки штаны носки к рубашкам я не знаю что можно к рубашкам еще короткие рубашки с коротким рукавом рубашки с длинным рукавом например придумывать уже разные можно иерархии то есть использование наследования позволяет выстроить иерархию классов и определить общие и уникальные характеристики этих классов ну и повторно использовать общие для всех классов поля и методы то есть при наследовании от родительского класса потомки получают все методы и все поля то есть класс short от своего родительского класса closing унаследует все методы и все поля конструкторы не наследуются конструкторы не наследуются только методы и поля и тип третья штука которая наследуется то есть от родителя мы наследуем тип мы наследуем поля наследуем методы как мы наследуем поля методы и тип можно сказать что потомок является и родителем тоже том и тип унаследовали то есть мы говорим что шорт является одеждой и такое правило есть что потомок может заменить родителя в любом контексте вместо объекта closing всегда можно использовать объект шорт если нельзя значит что-то неправильно сделают потомок заменяет родителя в любом контексте везде вместо closing можно подставить шорт и должно работать но наоборот нельзя ну и чуть-чуть теории класс на основании которого создаются другие классы называются супер классом или родительским классом супер класс родительский как то есть два синонима оба равно часто используется поэтому какой хотите тот и использует класс closing это супер класс для классов short socks и trousers класс который создается из другого класса называется дочерним или под классом класс short socks trousers это дочерние класса closing соответственно дочерние классы расширяют функциональность родительских то есть дочерние всегда более функциональны не всегда но зачастую чем родительские все обладают большим набором методов большим набором полей почему большим но мы наследуем родительские плюс можем добавить еще своих ясно это ну и реализация наследования объявление супер класса смотрите супер класс в общем случае это обычный java класс но без модификатора final смотрите у класса говорили мы что класса можно модификатор final писать не не говорили то есть модификатор final помните что делает константа то есть мы раньше с вами модификатор final использовать для объявления констант так вот если вы модификатор final используете при объявлении класса то есть напишите public final class closing тем самым вы запретите наследование этого класса то есть классы с модификатором final наследовать нельзя разработчик запретил наследовать свой класс все например класс string final вы класс стрингу наследовать не сможете он финальный все потомков у него быть не может родительские классы описывают общие поля и методы для всех своих потомков то есть вы можете взять класс любой и его унаследовать если он не final реализуя класс вы не должны как бы что-то писать для того чтобы в будущем его можно было унаследовать унаследовать можно любой класс главное чтобы он не был финальным объявление подкласса подкласс это точно тоже обычный java класс в котором при объявлении дополнительно указан супер класс с помощью ключевого слова extends смотрите как объявляются подклассы я пишу public class short знакомая форма записи вот новое ключевое слово extends closing это ключевое слово extends говорит что класс short унаследован от класса closing при помощи вот такой формы записи мы указываем родительский класс ну extends да расширяет дальше при появлении наследования ну или при изучении наследования мы с вами сталкиваемся еще с двумя новыми ключевыми словами это такие с одним новым чем супер ключевое слово супер используется для обращения к полям и методам супер класса похоже оно похоже на ключевое слово здесь кто помнит что делает ключевое слово здесь ну ключевое слово здесь есть два из поле два варианта использования ну это как его использовать вообще здесь хранит неявную ссылку на текущий объект и через эту ссылку мы можем обратиться к маскированным полям то есть обращение к полям и методам текущего класса производится с помощью ключевого слова здесь то есть через ключевое слово здесь мы как бы можем обратиться к полям и методам текущего класса даже если они маскированные и появляется новое ключевое слово супер при помощи этого ключевого слова супер мы можем обратиться к полям и методам родительского класса из дочернего опять же если их имена смаскированы например то есть не обязательно писать супер то есть если вы супер не напишите просто напишите имя родительского поля вы к нему все равно обратитесь но если это поле маскируется например вашим локальным аргументом просто аргументом или вашей локальной переменной то к нему вы уже как бы вы обратитесь к локальной переменной или к аргументу а вы хотите к полю тогда написать супер а еще один вариант использования zys а как еще zys можно использовать потому что с конструкторами не помните? при помощи ключевого слова zys можно использовать то есть когда мы пишем с вами zys с аргументами которая является первой инструкцией конструктора то есть когда первая команда в конструкторе zys с аргументами это значит что из этого конструктора мы вызываем какой-то другой конструктора этого же класса сами учили так вот при помощи ключевого слова супер из конструктора дочернего класса можно вызвать конструктор родительского класса вот что здесь и происходит видите паблик short какой-то набор аргументов и первой инструкцией конструктора класса short написано супер и набор аргументов так вот здесь из конструктора short вызывается конструктор родительского класса в данном случае клозинг да то есть из конструктора дочернего класса вызывается конструктор родительского класса и общие правила наследования смотрите подкласс наследует все поля и методы супер класса но напрямую мы можем обращаться только к тему которых модификатор public и protected независимо от пакетов которых находится родительский класс и наш класс и package если наши с вами классы находятся в одном пакете то есть инкапсуляцию никто не отменял то есть вы можете обращаться к полям и методам родительского класса напрямую по имени как будто бы не ваши но только в том случае если это позволяют модификаторы доступа полей и методов родительского класса подклассе можно объявить новые поля и методы которые отсутствуют в родительском классе расширять функциональность дочерних классов пожалуйста сколько угодно ну и зачастую это и делается да зачем наследовать если вы ничего не добавляете дочернем классе можно явно вызвать конструктор супер класса причем ну видите так можно написано в дочернем классе можно явно вызвать конструктор супер класса можно да такое ощущение что можно вызвать а можно не вызвать на самом деле он вызывается всегда то есть когда создается объект дочернего класса, всегда сначала создается объект родительского класса. Если вы хотите создать объект Short, вначале создается объект Closing, только потом объект Short. Это достигается тем, что всегда из конструкторов дочернего класса вызываются конструкторы родительского класса. Причем это может быть явно. Вы сами напишите супер и набор аргументов для родительского конструктора. Либо это будет неявно. Вы это не напишите, а за вас это допишет компилятор. Если вы явно никакого конструктора родительского класса не вызываете, компилятор допишет вызов конструктора родительского класса по умолчанию. То есть тот, который без аргументов. Если такого не будет, будет ошибка. Где-то даже у меня слайдик есть. Вызов конструктора суперкласса. При создании объекта дочернего класса вначале создаются все объекты родительского класса. В чем вся иерархия. Сколько их там бы не было. Вызов конструктора родительского класса из класса потомка производится с помощью ключевого слова супер с аргументами. Видите, круглые скобочки. Вызов конструктора суперкласса всегда должно идти первым выражением в конструкторе класса потомка. То есть сначала создаются родительские объекты, а лишь потом текущие. То есть супер всегда первая инструкция в конструкторе дочернего класса. При вызове конструктора суперкласса должны указываться параметры в соответствии с его сигнатурой. То есть если у вас у родительского конструктора три аргумента, то вы должны туда три значения какие-то передать. окей, вроде часть рассмотрели. Давайте с вами что-то создадим. Болтаем и болтаем. Давайте что-то напишем. Есть вопросы? Или надо посмотреть вживую сначала? Кто английский хорошо знает? inheritance так пишется или и еще в конце вот одна может так так будет у нас inheritance и мы с вами здесь создаем application в котором будет и мы здесь давайте с вами иерархию создавать будет у нас с вами класс clothing одежда ну и что у нас здесь будет давайте сделаем старинных например name давайте сделаем int price добавим getter и setter добавим еще туда... что-нибудь не работает... добавим toString вот, создали класс Closing. Теперь я хочу создать его потомка... можно просто писать заново new, ну выбирать файл, файл, new, класс, файл, файл, new, класс и так дальше. Можно просто поставить курсор на Closing, нажать Alt-Enter, create subclass. Придумать ему название, short например, нажать Enter. Вот он мне сразу написал, что был создан класс Short Accent Closing. И он даже пустой, ничего не написал, и я уже им могу пользоваться. То есть я могу здесь написать Short, myShort равно newShort. Дальше пишу myShort, ставлю точку. Видите, есть. SetName. myShort. Дальше myShort. SetPrice. Видите, методы родительские. Я ими пользуюсь. Там price какой-то. Но в то же время, в то же время, если я попытаюсь достучаться до полей, я их не вижу. Видите, у меня публичные методы мне доступны, а поля, которые приватные, я их не вижу. Могу напечатать. Могу напечатать. Не то запустил. Видите, пишет Closing. А что Closing пишет? Это метод родительского класса. Я пользуюсь ToString'ом не Short'ом, а ToString'ом Closing'ом. Видите, я уже могу с этим классом работать, у меня какие-то поля есть и так дальше. Могу расширить чуть-чуть. Могу сюда своего еще напихать. Могу взять как... Могу сказать... Будет Size еще. Добавил Getter и Setter'ы. Теперь беру MyShort.Set Size. Добавил Getter и Setter'ы. Теперь беру MyShort.Set Size. Что еще? Окей. Вот сделали. Работает, можем пользоваться. А давайте мы в Closing конструктор добавим. Я хочу, чтобы у Closing'а был конструктор. Here we go. Republic. Closing. Сюда String'Name. IntPrice. SetName. SetName. SetPrice. прайс сделал ошибка поменял клоузинг а шорт теперь ругается как вы думаете почему да потому что из конструктора шорт который в принципе мы не писали вызывается конструктор клоузинг и вызывается конструктор клоузинга по умолчанию уже там нету этого конструктора мы создали пользовательский конструктор конструктор по умолчанию closing уже не добавляется если раз написать что сейчас есть то есть сейчас как бы ничего не написано но на самом деле компилятор сам сюда добавил конструктор какой конструктор он сюда добавил конструктор следующего вида сейчас вот так то есть если это сотру то вот это допишет компилятор а видите супера такого конструктора нету поэтому здесь надо явно теперь говорить какой конструктор супер класса надо вызвать иначе она работать не будет ну можно писать другими можно прийти сюда alt enter create конструктор матч супер то есть у нас должен быть шорт который принимает name price этот name price мы отдаем конструктору родительского класса плюс я могу например сюда еще своих дописать у меня есть сайс своих аргументов все написать сайт 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 вот так понятно а джей трогается да потому что теперь такого конструктора нету он раньше был по умолчанию теперь нету как решить да либо сюда аргумент написать либо добавить конструктор без аргументов вот сюда но как вы поняли конструктор без аргументов надо что-то все равно суперу передавать ну давайте конструкторы то есть там тогда не просто сюда конструктор без аргументов добавить нам надо будет еще и сюда конструктор без аргументов добавить например мы можем сделать вот так раз а здесь сделать копируем 2 теперь не ругается и тут не ругается и все работает так как и работало ну и теперь можно создавать уже объекты шорта при помощи и второго конструктора например там что-то у нас был разминать цена другую напишу что-то не работаешь кнопки а с азди да потому что мы пользуемся ту стрингом там где про сайс еще никто не знает ясно ну в принципе она есть ну давайте сделаем перерыв и поговорим о дальше переопределении методов и так дальше окей что я заговариваюсь что я заговариваюсь кофе перейдем смотрите смотрите в дочернем классе можно создать поле с таким же именем как и в родительском классе это называется сокрытием поля или хайдинг и делать не рекомендуется почему потому что когда вы создаете поле с таким же именем как и в родительском классе у вас теперь есть два поля с одинаковыми именами одно у родителя одно второе у вас это не значит что вы затерли родительское переприсвоили ему значение это значит у вас есть два поля одно родительское а второе ваше имена у них одинаковы и как бы можно запутаться ну например давайте с вами сделаем такую иерархию чтобы это как бы отследить сделаем еще один пакет чтобы посмотреть как это происходит сделаем здесь с вами еще один пакет назовем init его класс init давайте и здесь как обычно аппликейшн помните мы с вами рассматривали порядок инициализации класса когда создаются статические поля когда они статические когда отрабатывают конструктор помните как бы схемку рисовали а теперь давайте то же самое только в рамках иерархии наследования рассмотрим то есть у нас с вами будет класс а который экстенс который корневой ничего он не экстенс потом будет класс б который уже экстенс а класс c который экстенс б вот такие три класса которые в одной иерархии наследования теперь сделаем опять же класс field у него будет конструктор стринг с в качестве аргумента и эту с мы выведем в классе а будет давайте пабликами их делать чтобы нагляднее было паблик филд там нод статик филд и имя дадим в качестве аргумента кстати филд один будет у нас потом будет статик статик филд надо же еще конструктор вызвать вот два поля давайте блок инициализации сделаем init блок конструктор конструктор а а это же еще надо написать что это филд 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 от а это блок а пробелы поставлю что у нас еще с вами было статический блок да ну хватит можно я думаю в принципе идея понятна да теперь все вот это еще будет у каждого из потомков только с другими именами б 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 к б с и да и С. И давайте еще для красоты вот здесь такую штуку сделаем. У нас есть конструктор. Мы сделаем два конструктора. Здесь напишем super и напишем this. Опять этот конструктор сделаем intE. Это у нас будет конструктор B, а это будет конструктор B с intE. Теперь к вам вопрос. Как вы думаете, что будет выведено в результате, если я вот здесь сделаю вот так. C. C равно new C. Да, смотрите, получается у меня отработают все статики A, потом все статики B, потом все статики C. Потом конструктор A, конструктор B, конструктор C. Как вы думаете, давайте запустим. Видите, static field A, статики need block A, static field B, статики B, потом статики C, потом не статики A, конструктор A. Кстати, а вот с конструктором вот здесь что будет? Вот с этими двумя. Как вы думаете? Ну, отработают один, оба, в каком порядке? B это конструктор класса B. Ну, просто. Я взысу дал в качестве аргумента 5. У меня два их. Вот этот? А почему? Ну, тут надо просматривать, кто кого вызывает. То есть идти надо, в принципе, отсюда. Мы же с вами вызвали кого? Мы с вами вызвали конструктор класса C. Правильно? Вот он. Он что делает? А? Он вызывает конструктор класса B без аргументов. Вот этот. А он что делает? Он вызывает свой следующий конструктор. Вот этот. А этот что делает? А здесь не явно. Называется конструктор A. То есть this и super в одном конструкторе одновременно быть не могут. Потому что и this и super оба должны быть первой инструкцией в конструкторе. А как вы понимаете, две строчки одновременно первыми быть не могут. Поэтому либо this, либо super. This я написал явно, а super специально явно не писал, чтобы его не видно было. То есть если супера здесь нету, это значит, что его компилятор допишет. А если здесь супера нету, значит его никто вообще не допишет, потому что нельзя его дописывать. Нельзя и this и super, чтобы одновременно были. Поэтому в конструкторе не обязательно будет супер. Если есть this, то супера не будет. Но супер обязательно тогда будет в том конструкторе, который был вызван this. И если мы с вами посмотрим. Смотрите. Конструктор A, потом поля B, потом конструктор B с int, а потом конструктор без аргумента. Почему в таком порядке? Мы вызвали этот конструктор, он вызвал этот конструктор. Этот конструктор вызвал конструктор A. конструктор A отработал и вернул управление куда? Туда, откуда его вызвали. То есть из вот этого. Вот сюда. Этот отработал и вернул туда, откуда его вызвали. То бишь вот сюда. И только потом этот отработал. Это все просто прослеживается. Такие задания иногда бывают, спрашивают. А что будет? А там такой код. То есть угадать здесь невозможно. Здесь надо просто пройтись, посмотреть кто кого вызывает. А если я второй объект создам, статики будут или нет? Объект C второй создам, статики будут или нет? Статики инициализируются один раз. Помните. А конструкторы дальше будут вызываться так же. Таким же образом. можно нарисовать быстрый рисунок. Окей. Давайте. В принципе, можно нарисовать быстрый рисунок. Как это выглядит. Ну, пишет. Ну, давайте повторим то, что мы с вами уже рисовали. То есть у нас с вами есть две области памяти. Это у нас RAM. Потом, когда стартует приложение, ему выделяется память. Часть седает сама GVM. Остальную мы разбиваем еще на три части. все, раз, два, три. это у нас tag, это у нас heap, это у нас metaspace здесь у нас main метод и здесь мы с вами пишем cc равно uc, правильно? когда мы говорим, что вызываем конструктор класса c, идет обращение к runtime с просьбой создать объект класса c про такой класс в данном случае информации в metaspace у нас нету поэтому вызывается app класс loader им удается задача загрузить класс c он идет на жесткий диск в поисках байт кода класса c когда он находит класс c он видит что класс c это потомок класса b смотрит на потом на класс b это потомок класса а следовательно надо грузить все их всю иерархию надо грузить грузится от сначала родитель потом все потомки то есть здесь у нас мы находим а класс находим b.class и находим c.class и их грузим то что они грузятся именно в таком порядке можно убедиться запустив виртуальную машину с аргументом verbose и вот мы с вами видим класса класс б класс c и вот мы с вами видим класс а класс б класс c видите load класс а load класс б load класс c потом класс field в самом конце грузится пришли сюда и грузим эти объекты или эти классы в объекты это у нас будет объект для этого у нас будет объект для B это у нас будет объект для C это будет A это у нас будет B это будет C Когда я их загружаю Появляется необходимость Инициализировать статические поля Я загружаю классы И во время загрузки Или сразу после загрузки Происходит инициализация статических полей Мне надо инициализировать Статические поля этих классов Потому что они хранятся здесь же в Metaspace Для того, чтобы их проинициализировать Нужен класс Field Потому что поля этого типа Следовательно, теперь надо и класс Field грузить Сюда добавляется еще Field Class И мы этот Field Class тоже сюда грузим Вот сюда То есть произошла загрузка Вот это Ап из этого файла с расширением класс Получился вот этот объект Вот это, это, вот этот объект А это, соответственно, вот этот объект Теперь стоит задача Что нам с вами нужно Классы мы загрузили Нужно же объекты создавать И как мы знаем Мы вызвали конструктор C Он вызвал конструктор B Следовательно, мы сначала создаем объект класса A То есть мы берем вот здесь Создаем объект класса A Вот так Правильно? Что внутри этого объекта хранится? То есть здесь у нас хранятся что? Статик Field 1A Зачем 1 назвал? Непонятно Правильно? Здесь Статик Field 1B А здесь 1C А тут? А здесь Node Статик Только не B Давайте единицу эту уберу Не влазит Ну это пока про A А это что такое вообще? Что такое Node Static Field? Что здесь на самом деле хранится? Ну вот в этом кусочке памяти что хранится? Ссылка на объект, который где-то лежит здесь А этот объект типа Field Да? Это на самом деле Field какой-то объекта Объект типа Field И вот эта ссылочка на него Сюда указывает А вот это что такое? Static Field 1 Что это на самом деле? Это тоже объект Тоже ссылка, которая указывает на какой-то объект И эта ссылка на объект И эта ссылка на объект А это уже объекты В которых тоже могут быть поля Ссылками Или с примитивными значениями То бишь уже которые тут будут храняться Ссылочные поля хранят ссылки Примитивные поля хранят значения Окей Теперь надо объект B создавать Не создается объект B Он создается как бы на базе уже существующего объекта А То есть вот объект B А он как бы содержит внутри объекта А И здесь уже нот Статик Статик Филд Б Который тоже ссылается на какой-то объект У меня создает объект C Это уже вот так И получается объект C внутри Объект класса C внутри себя содержит объект B И объект А Поэтому объект Класса C Является типа C Типа B И типа A Такая матрешка Поэтому у этого объекта есть И вот это поле И вот это поле И вот это поле У него три поля Поэтому когда мы говорим При наследовании Наследуются Все поля родителя Они не просто наследуются Они внутри этого объекта существуют Потому что вот оно как матрешка Ясно? Ну на самом деле В памяти непонятно же Они как мы уже подряд написаны То есть у этого объекта есть и это поле И это поле А методы живут здесь Поэтому если у нас поля будут с одинаковыми названиями То у моего объекта Будет три поля С одним и тем же именем То есть если бы эти имена Видите у меня буква А Здесь буква Б Здесь буква С То есть у полей имена уникальные Но если бы они были бы не уникальными То Можно было бы между ними запутаться Имена одинаковые А значения разные Ну да, смотрите Например Как это можно отследить? Я беру здесь Делаю Int И равно 5 А здесь делаю Int И равно 10 А здесь делаю Int И равно Давайте 1, 2, 3 Так будет понятней Первый Второй Третий У каждого есть поле И У меня есть объект C Я беру здесь System.out.println C.I И вызываю Вы думаете, к какому обращусь? К последнему Ну там где C Поближе Давайте я только этот verbose Выключу Не нужен Вот да, это 3 Но Я могу как бы Обратиться И к другим И тоже Для этого мне Нужно сделать Приведение типов То есть я эту переменную C Привожу к типу B И запускаю 2 А если к A 1 То есть они все доступны Это вообще уберу То есть вот как бы У вас Это один и тот же объект Только я объект Рассматриваю Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова